Начиная с 1846 года, тысячи пионеров, мужчин, женщин и детей, стали направляться на запад в Сион. Источником их безграничного мужества была их великая вера. Для некоторых это путешествие так и осталось незавершенным, поскольку они умерли по дороге. Другие, терпя немыслимые лишения, продвигались вперед в вере. Благодаря им, многие поколения спустя, моя семья могла наслаждаться благословениями истинного Евангелия Иисуса Христа. Подобно другому молодому человеку, о котором я упомяну позднее, мне тоже было 14 лет, когда я начал задаваться вопросами о религии и о своей вере. Я ходил в церковь другой конфессии, которая находилась недалеко от моего дома, но испытывал желание посетить многие другие церкви. Однажды днем я заметил, как в дом моих соседей зашли двое молодых людей в темных костюмах и белых рубашках. Эти молодые люди выглядели необычно. На следующий день я встретил свою соседку Леонору Лопес и спросил ее о тех двух людях. Леонора объяснила, что это были миссионеры церкви Иисуса Христа святых последних дней. Она радостно рассказала мне, что годом ранее ее семья крестилась в этой церкви. Заметив мой интерес, Леонора предложила мне встретиться с миссионерами и побольше узнать о церкви. Два дня спустя я вместе с семьей Лопес встретился с миссионерами. Они представились как старейшина Джон Мессерли из Огдона, штат Юта, США, и старейшина Кристофер Оссорио из Уолнат Крик, штат Калифорния, США. Я никогда их не забуду. Поскольку мне было только 14 лет, старейшина Мессерли настоял на том, чтобы мы отправились ко мне домой, где моя мама смогла бы знать, чему они меня учат. Там он вежливо объяснил, что они пришли поделиться посланием об Иисусе Христе и попросил у нее разрешения обучать меня. Моя мама согласилась и даже присоединилась к нам, пока они меня учили. Сперва миссионеры попросили Леонору помолиться. Это очень тронуло меня, поскольку ее молитва была выражением чувства ее сердца, а не повторением заученных слов. Я почувствовал, что она действительно говорит со своим небесным Отцом. Затем миссионеры стали рассказывать нам об Иисусе Христе. Они показали картинку с Его изображением, которое меня впечатлило, поскольку на ней был изображен воскреший, живой Христос. Они продолжили, рассказав нам о том, что в древние времена Иисус учредил Свою церковь, в которой стоял во главе, а Ему помогали 12 апостолов. Они поведали нам об отступничестве, что истина и власть Христа были забраны с земли после смерти Его апостолов. Они также рассказали нам о 14-летнем юноше по имени Джозеф Смит, который в начале 19 века посещал различные церкви в поисках истины. С течением времени Джозеф пришел в еще большее замешательство. Прочитав в Библии, что мы можем просить мудрости у Бога, Джозеф, действуя в вере, отправился в рощу, чтобы помолиться и спросить, к какой церкви ему следует присоединиться. Один из миссионеров прочитал рассказ Джозефа о том, что произошло, когда он молился. Я увидел прямо у себя над головой столб света ярче солнца, который постепенно спускался, пока не упал на меня. Когда же свет почил на мне, я увидел двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, славу и блеск которых невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого, «Сей есть мой возлюбленный сын. Слушай его». Во время того урока Дух подтвердил мне несколько истин. Во-первых, Бог слушает искренней молитвой всех своих детей, и небеса открыты для всех, а не только для небольшой части людей. Во-вторых, Бог Отец, Иисус Христос и Святой Дух являются тремя отдельными существами, едиными в своей цели осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. В-третьих, мы сотворены по образу Бога. «Наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос имеют тела из плоти и костей, такие же, как и у нас, но они прославлены и совершенны. А Святой Дух есть Личность из Духа». В-четвертых, через Джосефа Смита Иисус Христос восстановил на земле Своё Евангелие и Истинную Церковь. Власть священства, дарованная апостолом Христа 2000 лет назад, это то же самое священство, которое Пётр, Иаков и Иоанн даровали Джозефу Смиту и Оле Рукаудере. Наконец, мы узнали о ещё одном свидетельстве об Иисусе Христе, книге Мормона. Её написали древние пророки, и в ней рассказывается о народе, жившем на американском континенте до, во время и после рождения Иисуса. Из неё мы узнаём о том, что они знали и любили Христа, Которому поклонялись, и Который явился им в качестве воскресшего Спасителя. Святой Дух тронул меня до глубины души, когда я узнал о том, что Спаситель провозгласил им, «Вот, я и Иисус Христос, о Котором пророки свидетельствовали, что Он придёт в мир». Миссионеры подарили нам наш собственный экземпляр книги Мормона. Мы прочитали и приняли приглашение, записанное в конце книги Мормона. И когда вы получите эти летописи, я увещеваю вас, чтобы вы спросили у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, истинны ли они. И если вы спросите с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, то Он явит вам истину об этом силой Духа Святого. И силой Духа Святого вы сможете узнать истину обо всём. С тех пор, как мы с мамой впервые познали радость и силу веры во Христа, прошло уже почти 45 лет. Именно благодаря вере во Христа семья Лопес рассказала мне о своей новой религии. Именно благодаря вере во Христа те два миссионера оставили свои дома в США, чтобы найти меня и мою маму. Именно благодаря вере все эти дорогие друзья посадили в нас горчичное зерно веры, которое с тех пор выросло в могучее дерево вечных благословений. За эти благословенные годы мы познали, как провозгласил президент Рассел Нельсон, что всё хорошее в жизни, любое потенциально возможное вечно значимое благословение начинается с веры. Чтобы позволить Богу восторжествовать в нашей жизни, сначала нужно поверить, что Он готов направлять нас. Истинное покаяние начинается с веры в то, что Иисус Христос обладает силой очистить, исцелить и укрепить нас. Я приглашаю всех нас постоянно укреплять нашу веру во Христа, который изменил мою жизнь и жизнь моей любимой мамы, и который продолжает менять жизнь всех, кто ищет Его. Я знаю, что Джозеф Смит есть пророк восстановления, что президент Нельсон есть наш пророк сегодня, что Иисус есть живой Христос, наш Искупитель, и что Небесный Отец жив и отвечает на молитвы всех своих детей. Я свидетельствую об этих истинных в освященное имя Иисуса Христа. Аминь.